Короче, как 33 шахтера целых два месяца выживали под землей. 5 августа 2010 года произошло то, что положило начало событиям, за которыми наблюдало более миллиарда человек по всему земному шару. Примерно в 14.00 по местному времени в шахте Сан-Хосе, которая располагалась на территории Чили, на глубине 600 метров горные породы обвалились и замуровали выход рабочих, трудящихся в самой нижней части спирали. В этот момент никто не пострадал, а шахтеры, работавшие выше этого участка, быстро выбрались наружу. Однако 33 рабочих остались под землей, оторванные от внешнего мира. Кто-то мог бы запаниковать, оказавшись в столь нечеловеческих условиях. Однако эти смелые люди нашли в себе силы не поддаться страху и отчаянию. В первые же часы после случившегося бригада приняла меры, чтобы продержаться как можно дольше. Руководство взял на себя бригадир Луис Урзуа, которому на тот момент было 54 года. Стоит отметить, что шахтеры безоговорочно подчиняются начальникам смены, так как от этого зависит их жизнь. Так же было и сейчас. Когда бригадир подсчитал сесные припасы, которые находились внутри, их оказалось слишком мало для такого количества мужчин. Никто не знал, сколько времени им придется пробыть под землей. Поэтому Луис Урзуа установил строгий ежедневный лимит на потребление еды. Всего две ложки консервов из тунца, глоток молока и одно печенье. И по мере уменьшения запасов приходилось все больше урезать расходы. Шахтеры порой по трое суток держали пост, чтобы хоть как-то сохранить возможность выжить. Такой скудный рацион привел к тому, что каждый из мужчин в среднем сбросил 8 килограммов. Спасатели очень долго не могли прорезть скважину, которая выходила бы к 33 шахтерам. Карта этой шахты были неточными и устаревшими. Наконец, 13 октября, спустя два месяца, на поверхность земли был доставлен первый спасшийся шахтер Флоренцо Авалосо. А по прошествии 30 часов все рабочие были вызволены из шахты. Их история оказалась историей со счастливым концом. С тебя лайк и подписка.